Продолжение следует... ...на протяжении многих месяцев или, можно сказать, даже многих лет напряжённо работали. Хотел бы сразу отметить, что то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах, либо с политическим календарём в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении повторяющих многих лет. И, судя по всему, по некоторым ключевым направлениям действительно эксперты договорились, нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время, по-моему, завтра даже они уже собираются на Минске финализировать некоторые из этих договорённостей. Это очень большая работа. Она, главным образом, сосредоточена в сфере экономики, финансов, в сфере промышленной политики, что чрезвычайно важно, особенно сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла на экономику всех стран, больше чем 3% падения мирового ВВП, а торговли ещё больше. И это нас тоже побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать всё для того, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые и даёт Союзное государство для того, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше. Я очень рад вас видеть. И уверен, мы сегодня как следует поработаем. Спасибо, Владимир Владимирович. Я думаю, мы хорошо поработаем. Но, наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели прежние наши встречи. Они длились очень долго и по 5-8 часов, потому что тогда проходилось нам, ну, как вот, можно сказать, как бульдозеры проходить, чтобы расчистить дорогу для правительства с экспертом. Они то поработали, но всё время натыкались нам проблемы, которые не могли разрешить или принять решение, не могли нам приходить с вами работать. Что касается истории, ну, вы помните, начиналось всё в Сочи, на Красной Поляне, когда мы прикоснулись по требованию народов, нас всё время критиковали, отчего нет динамики, нет развития в союзном государстве. И тогда мы решили отреагировать. Мы тогда начертали более 30 дорожных карт, схематично представили, что-то надо сделать. Потом, работая над этими картами, прошли к выводу больше года назад, что нам надо конкретные планы, а уже не схемы какие-то. И мы перешли уже на союзные программы. И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ. Это очень много. Это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра, ну, ещё раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их. Если они принимают, то на ВГС, на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, когда мы определим время, может быть, в конце октября, примем окончательно эти программы. Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали. Но вы правы. Более трёх лет назад мы начали эту с вами работу, поставили задачу перед правительством. И, я надеюсь, успешно мы решили эту задачу. И дело тут, конечно, при чём тут выборы? Ну, если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит. Но людям виднее. Поэтому, чё тут? Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны. Только вместе, только в союзе. Родные государства, близкие народы. Народы практически, единый народ от одного корня, русские, белорусы. Чё тут? Мы делаем своё дело. Ну, а они уже пускай нас цели. Хорошо. Но тем более, как я сказал, в постковидный так называемый период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономики. Вы правы. Такое повышение их конкурентоспособности. Но, мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это, если поговорим.